Добрый день, мои дорогие! Приехала с Грина. Поставила сковородку. Разогреваться. Сейчас буду обедать на скорую руку. Шмяк-аневой. Вот он пришел, поел. Теперь срочно его выпусти. Он будет стоять и выть. Ездила в Грин. Чего ездила? Посмотреть обувь кари. Летнюю. Люда сказала, что она тоже ездила туда. И значит уже выставляли босоножки. Ну и я тут на тех самых компьютере посмотрела, что там увидела босоножки, которые я купила бы для себя. Так, ну-ка. Уже нагрелась. Можно разбивать яйцо. Вот. И думаю, ну, наверное, что они тоже есть, раз тут предлагают их через такой магазин купить, через интернет. Я в интернете не люблю. Не люблю покупать ничего. Ну, если только на Алиэкспресс. На Алиэкспресс или Балберес. Балберес, а все остальное я с этим как-то не знакома. Шмяка, не бой. Так, пойду-ка я его выпущу. Такая вот упорь она будет стоять и выть. И выть. Выпусти его и все. Так. Сейчас мы белок тут. Не люблю сопливое яйцо. Люблю его такое вот. Чтоб оно запеклось. Может, надо было два. И потом еще надо сварить кофейку. Все на скорый урок. Ничего не достала сегодня. Никакого мяса. Ничего. Не разморозила. Вообще-то у меня есть вареники. Надо было вареники сварить. Ладно. Сейчас я так вот на скорую уроку яичко съем. Яйцо, правильно говорить. С огурчиком. И сварю кофейку. А уже потом буду что-нибудь придумывать. Вот. Ой. Чего ж я кофе не достаю? Ну и что? Обходила я там магазинчик. Обсмотрела. Цены. Ох-ох-ох. Ну и слушайте. Босоножки за 90 рублей. Но понравились мне только одни. Которые я бы... Которые я, наверное, бы купила. Вот. Это самое. А потом иду уже до остановки. Иду и сама думаю. Это самое. Значит. Ну где ж это так вот дорого? Натуральная кожа. А в Турции я покупала шлепанцы одни, другие, третьи. По 25 долларов. Если это перевести на наши деньги, то это так. То это сгорит яйцо. Вот что это будет. Ну вот. Все. Яйцо готово. Такая у меня маленькая сковородка. Я ее в Турции купила. Жалею, что пару штук не купила. Потому что ту, которую я заказывала на Алиэкспресс, я не знаю, почему-то она вот это вот черное покрытие, все слезло у меня. Так. Вот такой вот. Вот такой вот у меня то ли завтрак, то ли обед. Ну а теперь поставим кофеек варить. Заодно уже сварю кофеек. И потом мы с вами присядем. Присядем за стол. И будем разговаривать дальше. Вот. На чем остановилось? На том, что перевести в доллары эти наши белорусские, этих 90 рублей. Доллар сейчас 3, почти 2 900. Ну будем считать 3. 30, 30 и еще. В общем, так оно и получается. Если вот 25 долларов, то 30, 60 и еще 75. Шлепанцы по 75 получались. Вот. Ботинки в прошлом году. А я не помню за сколько. Туфли, по-моему, я за 15 долларов купила. Вот я сейчас их ношу. Немножко они мне вот тесноваты в этих самых... В начале замочка. Но я думаю, что разносятся. Это ведь кожа натуральная. А ботиночки, это вообще прелесть. С удовольствием их носила, вот пока было мокро. Вот. И вот когда-то как в Турцию приезжаешь, примеряешь то, другое, третье. И не думаешь, сколько это будет стоить на наши деньги. А тут в магазин пришла дорого. Да, еще потом я посмотрела кошельки. Но цен на них не было. Не знаю. Не знаю, по чем там кошельки. Один присмотрела такой, прямо ничего. Потому что я никак не могу свой кошелек поменять. Вот прилипла я к нему. Я его люблю. Он мягкий, удобный такой. Ну вот внутри начал облазить. А тот, который я заказывала на Алиэкспресс, он мне не понравился. Он какой-то большой. Он какой-то такой массивный. У меня столько денег не бывает, чтобы в него туда положить. Вот. Так, варись мой кофеек, варись. Ну и потом... Походила, походила, пошла наверх. На второй этаж пошла в этот... В продовольственный, в грин. Хорошо, когда знаешь магазин. Ходишь, сразу смотришь то, что тебе надо. Пока я нашла молочный отдел, я бы шла там все на свете. А вот. Ну, там как-то дороже. Вы знаете, что дороже. Вот я не знаю, почему. Может быть, потому что в том районе люди, наверное, карточку берут скидочную. Мне-то она... Зачем? Я в этом грине бываю... Хорошо, если раз в год. И то, я говорю, поехала вот ради того, чтобы в каре зайти. А так мне там ничего не надо. У меня все рядом. У меня рынок рядом. И пошла, и магазинчик один, другой. И овощи с Рудакова, и мясная лавка, и три лося, и коммунарка, и конфеты эти самые, которые продают эти частники. У меня все рядышком. Не надо ничего, никуда, никуда ездить. И получается дешевле все это. А вот. Походила, походила, посмотрела. Цены мне не понравились. Думала, что я, может быть, йогурт возьму, потому что у меня ни одного йогурта нет. Ни одного творожка нет. Ничего, короче. Когда детки приезжали, вот эта самая посылка, когда я получила от этой самой... Так, кофеек. Сейчас стою рядом, чтобы мне его не... Не это самое, не упустить. Детки приезжали. Я же там покупала, там соки, творожки, йогурты. Я все это Максюшке отдала. И думала, что я там возьму опять где-то по такой цене. А там? А там цены намного дороже. Ну, я не снимала ничего. Музыка там орала, как бешеная. А что музыка? Потом начинаю тут разговаривать. Я не знаю, как это. Я не умею к видео добавлять разговор, как там это делается. Думаю, не буду я снимать. Так, кофеек, 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 кофеек. Вот такой вот чашки я сегодня буду пить кофе. Пока я тут караулю кофе, у меня яичница моя остынет. Но не хочу уж отходить от него. Иначе он меня убежит. Он меня сегодня утром убежал. Вот. И вот надо газовую плиту опять мыть. Чуть-чуть стоит отвернуться или газетку почитать. Газетка вчера пришла, поэтому я сегодня утром пила кофе и газетку читала. Пока читала и сказала, что бы вам там интересное прочесть. Что-то вроде бы нашла, но сегодня уже не помню, что там было. Вот так бывает. Надо по новой ее пролистать. Сейчас у меня кофе не выбежит, поднимется. И мы с вами присядем. Там будет как-то это самое, я и посмотрю, что там в газете я хотела почитать. Все, 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 поймала, поймала. Вот такой вот у меня скромненький такой, ну, скажем, то ли обед, то ли второй завтрак. Первого у меня тоже не было. Ну и чашечку кофе, конечно. В кофе добавлю сгущенку, молока я не купила. Молока у меня нету. Ну, кофе черный очень сварила. Поэтому добавлю туда сгущеночку. Вот, сейчас я присяду и потом покажу, что же я купила все-таки в этом самом, в грине. Ой, ну что, это мне съесть яйцо, а потом уже показывать, что в грине я купила. Хлеб у меня есть, но я хлеба не хочу. Совершенно не хочу. Пришла сейчас домой, вот, смотрю, мой пакет с мусором так и стоит. Как стояла, вынесла его половину седьмого. Пол седьмого вынесла. Сейчас пришла, смотрю, ни у кого нету, а у меня стоит. Вероятно, машины к соседям приезжали, загородили, и эта мусорная машина проскочила мимо меня. Я злая? Я злая. Пришлось забрать этот мусорный мешок. А я вчера еще и то, что с дома мусор, и с этого, с улицы там, где у меня тюльпаны, оттуда собрала немножко мусора. Все это загрузила в пакет. Теперь до пятницы будет стоять дома. Вот. Я злая. Носи туда-сюда мусор. Зря хлеб не взяла. Желток плывет. Сейчас я уже доем, это ладно? Потому что оно уже окалело. Огурцы у меня еще тут остались. Кофе горячий. Давайте посмотрим, что я купила. Такой мешочком зелененьком. Здесь зашла сразу, вышла с автобуса, зашла в Трилося и купила вот такое мороженое. Рубль 39, оно по акции. Лакомка. Оно вкусненькое. А в Грине взяла вот этот вот сыр. Раньше я его часто брала. Вообще-то тут пишут сыр творожный для салата. Ну, я не делаю никакие салаты. И я его просто так вот могу отрезать кусочек, выпить с кофе. Нравится мне этот сыр. Раньше постоянно я его покупала. Он у меня всегда был в холодильнике. А потом как-то я про него совершенно забыла. Ну, и покупала только вот эти пашихонские, голландские. Взяла вот такое вот масло. Селедочное икорное. Вкусняшка такая. Намазывает на булочку. Но у меня сейчас нету батона, у меня только баранки. Баранки. И брала я черный хлеб, потому что у меня был холодник. И вот там купила вот эту десертную массу. Я ее очень-очень люблю. В нашем районе ее не бывает. Она бывает только если в больших магазинах, в пирамиде, в короне. А у нас на рынке в наших этих всякое есть. Но только то, что попроще. Но зато и подешевле. А эта масса, она всегда была дорогая. Но она, в последний раз, когда я ее покупала, она была 2 рубля, 2,50, по-моему. Теперь она 3,99. А та, которая здесь с изюмом. А та, которая с курагой, та вообще 4 с чем-то. Вот. Ну, я решила, что я возьму с изюмчиком. Смотрите. Очень люблю. Вообще вот творог. Просто купить творог и туда сахар, допустим. Там, может быть, фрукты какие-то. Изюм или сметану туда. Я ее не люблю. Ну, не люблю. Что-то вот я, он мне не глотается. А вот эту вот творожную массу обожаю. Обожаю. Так, я сейчас, что же это мне сделать? Черный кофе пить? Или положить сгущенки туда? Или открыть мне вот эту вот массу? Ну, все. Больше ничего не купила. Ничего не купила. И так не дешево. И так 9 рублей. 9. Ну, как 9. Да еще мороженое. Больше 10 рублей. А спрашивается, что? Я понимаю, когда пойдешь в магазин, купишь мясо. Вот это еда. Вот это еда. А вот это все, вот это вот, вот эти вот творожки, которые не открываются, не хочут открываться. Вот. Вот это вот вкусняшка. Это все такое, скажем так, лисьмысь. Правда? Сейчас я попробую. Что-то она не берется. Раньше она совершенно другая была. А сейчас она какая-то резиновая. Какая-то резиновая совершенно. Нет, я ее сейчас не хочу. Я сейчас ее не хочу. Лучше кофейку. Лучше кофейку. Так. Кофеек. Кофеек. Вместе с газетой. Что-то хотела вам прочесть. Такое маленькое-маленькое. А что? Я не помню. Давайте я вам вот это вот прочитаю. Тоже ничего так, это самое. Ну, это не то, что я собиралась вам читать. Ну, вот так вот. Надо было сразу, хотя бы это самое, обвести. Всегда нужно витамин D. Одна из главных функций витамина D способствовать усвоению организма кальция. И регулировать фосфорно-кальциевый баланс. Он представляет собой одновременно и жирорастворимый витамин и гормон. Закрепилось за данным витамином и другое название витамин с солнцем. А сегодня солнца нет. Значит, нет и витамина. Это обусловлено тем, что он образует в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей. Образуется. Витамин D необходим для свертывания крови, нормального роста костей, тканей, работы сердца, регуляции возбудимости нервной системы. При дефиците солнечного витамина нарушается функция иммунной системы, отчего возникает предрасположенность ко многим инфекционным заболеваниям. Особенно этот момент стоит учитывать родителям, чьи дети часто и подолгу болеют простудами. Также витамин D нужен для интеллектуального развития и становления редопродуктивной функции. Источники витамина D среди продуктов животного происхождения. Печень, яичный желток, молоко, сливочное масло, сыр, рыбий жир, печень, трески и палтуса, рыба, сельдь, лосось, сардины в масле и тунец. Консервы я не люблю. А это самое... И если повышен у меня этот холестерин, то много из этого нельзя. Вот и разбирайся с этим. Это нужно, а это нельзя. В аптеке я сегодня подошла к аптеке, но так посмотрела. Посмотрела, думаю, я его все равно покупать сегодня не буду. Поэтому я и не спрашивала, сколько он стоит. Думаю, что стоит немало, особенно если он импортный. Не знаю, есть ли он наш белорусский. А еще я сегодня, вы знаете, когда заходила в этот магазинчик замороженном, трелося, посмотрела венок агор. Думаю, может быть, к Пасхе такую бутылочку купить. Я перестала пить вот эти вот таблетки. Цинк я отпила месяц и решила, что надо сделать перерыв. Вот, а если я не пью таблетки, значит, ну, именно эти, потому что от давления и для сердца эти я пью от головокрушения. Думаю, что когда будет Радоница, то можно будет выпить немножко вина. Но у нас там, посмотрела, 6,29, оно наше белорусское вино, а молдавское 13 рублей. И, вы знаете, честно сказать, я в винах вообще не разбираюсь. Я вообще не разбираюсь. Но, наверное, молдавское будет лучше, правда? У них ведь там, это же теплая страна, там у них виноград свой. А у нас из чего они делают? В общем, я не знаю. Ну, там стояло три вида, и они с разной крепостью, с разным сахаром. Надо будет мне с Людой поговорить, спросить у неё, как и что. Я вино тысячу лет не покупала, тысячу лет не пила. Последнее время всё, коньяк покупала. Девчонки, только коньяк, коньяк. Ну вот, а рагави? Может, вино и не покупать? Купить лучше опять коньяк. Пару глоточков сделала, и хорошо, правда? Ладно, мои дорогие, буду я допивать свой кофеёк. И пойду я к компьютеру. Пойду к компьютеру, соберу, потому что завтра у меня нету видео. Я поснимала в каре немножко, покажу вам босоножки эти, какие я там высмотрела для себя. Теперь буду думать, сейчас спрошу ещё у Люды, может быть, босоножки лучше покупать, когда уже будет распродажа у них, когда лето закончится. А носить то, что у меня есть? Люда всё время покупает там. А ещё там на входе написано, одна пара в подарок. Так может, там можно две пары взять за эти деньги? Я не спросила. Я зашла, прочла это, пошла смотреть. Пошла смотреть и снимать. Даже ничего не примерила. Мне эти туфли, которые я купила в Турции, немножко они мне тяжеловато, пока они мне входят. Я не взяла эту самую лопатку, думаю. И там, смотрела, нигде не лежит на этих самых, где примеряют. Думаю, я же потом их не одену, если я сниму. Вот. Вот так вот. Всё, девочки. Допиваем кофеёк. И идём заниматься делами. И идём заниматься делами.